В Бразилии возобновились слушания по делу о финансировании избирательной кампании 2014 года. Расследование ведётся в отношении нынешнего президента Мишела Тимера и его соратницы и предшественницы Дилма Русев. Их подозревают в том, что в 2014 году они получали деньги на предвыборную агитацию незаконным путём и занимались коррупционной деятельностью. Результатом кампании стало избрание Русев на должность президента. Во вторник состоялось предварительное слушание после перерыва, который запросили адвоката Русев в апреле. Они сказали, что им нужно время для ознакомления с материалами дела. Адвокат Тимера сказал, что заседание прошло хорошо. «Сегодня было предварительное слушание. Уверен, что завтра поступят хорошие новости. Но мы с нетерпением ждём, когда дело закроют». Если суд подтвердит обвинение, которое выдвигает прокуратура, то Мишел Тимер может лишиться поста. А это будет означать, что в Бразилии второй раз за год сменится президент. Предшественницы Тимера Дил Мерусев объявили импичмент летом прошлого года, также обвинив в коррупционной деятельности. Позже её отстранили окончательно. Её место и занял Тимер. В настоящее время защита Тимера добивается, чтобы дело разделили. Она настаивает на том, что в 2014 году подзащитный не мог знать всех источников, из которых поступают средства на избирательную кампанию Русев. Между тем, бразильская полиция за последние несколько дней взяла под стражу двух высокопоставленных чиновников, близких к Тимеру. Как предполагается, они также замешаны в коррупционном скандале. Во вторник арестовали бывшего министра туризма. Его подозревают в том, что на строительство футбольного стадиона для чемпионата 2014 года средства он получал незаконно. А 3 июня арестовали бывшего депутата, который был соратником и близким другом Тимера. Его обвиняют в получении крупной взятки. Предполагается, что экс-депутат пойдёт на сделку с правосудием и будет давать показания. Это может навредить репутации самого Тимера. Президент заявляет, что не делал ничего незаконного и все обвинения отрицает.